На особом контроле. Сегодня губернатор посетил Миянский городской округ, пострадавший от экстремальных дождей. Глава региона встретился с местными жителями и оценил ход восстановительных работ. Подробности расскажем в сюжете. Давно здесь живете? Давно. Было такое? Чтобы вот прям так, как сейчас? Не было. Не было? Такого не было? Я 60 лет живу, не был. Такого количества пришедшей воды жители поселка Смородинка не помнят за полвека. В этом году экстремальные дожди принесли много проблем людям. По словам местных, это по-настоящему экстраординарная ситуация. Осложняет обстановку и проблемы соседей из Башкирии. В речке прибывает из городского пруда большая вода из Башкирии. Она сейчас между Смородинкой и южной частью находится. Это большая вода, это 2 миллиона кубов. Сегодня Алексей Текслер посетил Миязский городской округ. Он оценил целый комплекс работ, которые здесь уже провели специалисты. Например, была отсыпана дорога протяженностью 4 километра, которая выходит на федеральную трассу М-5. Сейчас подрядчики занимаются укреплением дамбы, в том числе с использованием бетонных плит. К тому же проложен дополнительно обводной канал около дамбы, который позволит предотвратить переливы воды. Сотрудники МЧС, спасатели и полицейские круглосуточно дежурят на объектах. Все для того, чтобы постоянно контролировать ситуацию. Здесь работает уже техника, занимается необходимыми работами, связанными с тем, чтобы вода более интенсивно уходила. Сейчас на Смородинке мы это наблюдали. Мяс находится в зоне особого контроля. Губернатор также встретился и с местными жителями. Он заверил людей, что все вопросы с выплатами и помощью в ремонте и восстановлении пострадавших домов уже решен. Если родители захотят, то могут отправить детей в летние лагеря. Дмитрий Бачко, 31 канал.